В Краснофлотском районе сотрудники ГИБДД вместе с приставами разбирались с автомобилистом, который имеет десятки неоплаченных штрафов на сумму почти 50 тысяч рублей. Задержать нарушителя удалось после непродолжительной погони. Она началась в районе Тихоокеанского государственного университета и закончилась в тупике за торговым центром на улице Даниловского. Хабаровчанин был пойман за рулем Ямахи, управлять которой он не имел права. Во-первых, у молодого человека никогда не было водительского удостоверения. Во-вторых, байком он воспользовался без ведома хозяина, который оставил ему в гаражах мотоцикл для починки. Выехал, получается, на мотоцикле проверить конкретно, что сделать на мотоцикле. То есть, чинить его не успели? Толком не знали, что? Ну да, надо было проехаться, посмотреть конкретно, что обслужить, что поменять на мотоцикле. О том, что свой мотоцикл хозяин увидит позже, чем рассчитывал. Задержанный сообщил владельцу Ямахи по телефону. Ну, хозяина предупредили, что сейчас мотоцикл на арестплощадку? И что он сказал? Ну, там с ним уже будем решать. Обиделся он? Да нет. Обрадовался? Ну, что-то похоже. Похоже, что обрадовался? Что-то похоже. С арестплощадки байк отдадут, лишь когда должник оплатит штрафы. На это у него есть всего 10 дней. Молодой человек учится в автошколе и хорошо знает, что водительское удостоверение без погашения задолженности ему не выдадут. Уезжая в спецприемник, хронический нарушитель заверил, что деньги для него не проблема. С места происшествия Юлия Зима, Татьяна Шамбурова и Павел Рогатин.